Привет, джеужики! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности Божество знакомиться с новой цивилизацией Вавилон в Сидмеерс Цивилизейшн 6 Газерин Сторм с дополнением New Frontier, с новым патчем и с режимом героев, которых, правда, я фиг могу получить почему-то. Ну, божество, всё-таки божество. Напоминаю, спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, для всех остальных они выходят раз в день, ну и если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните просмотр с первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Так, а всем остальным, приятное продолжение просмотра. У нас три посла. Наверное, стоит всё-таки поставить вот эту фигульку. Первый посол даёт сразу два. И мы будем в развитии. В развитии. Так, строительство. Нет, 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 это ничего нам не надо. Новые строители 2 действия, но я вроде строителей не делал, я мастерские пока делал. Может, давайте уменьшим стоимость покупки клеток. Вот это ничего так. Я ещё подумал, что мне надо вот тут вот как бы посмотреть. Выглядит, что вроде ничего такая территория. И, значит, в Кахоке. Так. Опа. Геракла. И Геракл тоже погиб. Короче, это тоже, походу, вот, знаете, зря они показывают. Мне кажется, зря все герои не видны вот сразу и не видно, наняты они или нет. Так, значит, Кахоке. Четыре золота. В каждом... А, блин, я забыла, что через банк это даётся, а не через рынок. Ну да ладно. И давайте, наверное... Давайте, наверное, в Мехико, потому что фабрики-то у меня как раз скоро будут. И торговый путь я могу... О! А этот? А вот у нас есть Химиком. Правда, тут атака, почему это такая маленькая? Наверное, потому что не взята. Вдохновление. Плюс здесь к боевой мощи всех юнитов в пределах двух клеток. При перемещении не получает штраф от типа ландшафта. Так. Целью становится любой соседний город государства. Химиком мгновенно помещает одного бесплатного посла в этот город. А если вы уже сюзерен выбранного города, химика дополнительно получает 51. Ну, такое. Можно использовать на территории города государства, на котором вы являетесь. Химикой мгновенно и бесплатно мобилизует армию этого города. Ну, кстати, прикольно. Правда, не под мой стиль в этой игре, честно говоря. Слушай, а может попытаться Ватикан захватить? Да-да, хорошо. Ставлю все тебе. На всяком случае, сбегать туда можно. Ну что, провести проект на эту химику хоть? Так, а почему я не могу? А, блин, я кто-то все-таки взял. Видите, получатель есть, да. Ну, тут уже без шансов, я думаю. Никакого героя мы не возьмем, потому что 20... 20... 20... Как-то без шансов. Так, что я тут могу... Озарение. Так, три разных спецрайона. У меня, ну, дипломатический, коммерческий и промышленный уже есть. Надо дипломатический и театральный построить, так. Математику открою. Дальше. Это я сейчас открою индустриализацию тремя мастерскими. Правление шести ячейками. Это не скоро. Великого ученого тоже пока не скоро. Уничтожьте врага при помощи копейщика. Вот интересно. То есть, я так понимаю, что вот это ускорение Вавилон не может сделать, потому что он не копей... Вот это не копейщик. Хотя, вроде как, именно против антикавалерийских юнитов. Я не знаю, это копейщик? Я же им уничтожал юниты, да? Я уничтожал. Да? Невозможно. То есть, Вавилон вот это не может никак ускорить. Охренеть. Оружейную надо построить. Гильдии. Две бомбарды. Это мне каким-то образом селитру надо добыть. Знаете, не все так просто, короче, у Вавилона. Тем не менее, я не собираюсь компуса строить. Будем до конца идти. Театралка через три хода, да? Давайте, наверное, тут военный лагерь построим. Наконец, вот сюда. Мне нужна оружейная в любом случае. Так, ну тут по три хода. Счет города проверим. Производство, производство, производство. Четыре-один, атак. Ладно, так, оставим. Надо вот тут посмотреть. Я, наверное, этим рабочим сбегаю и гляну. Интересно. Не, а эти камзы продолжают брать. Я думал, в прошлый раз вот этот ураган что-то доснес. Может, сейчас он еще что-нибудь снесет. Так, пожар погас. Но это вот здесь, а не здесь. Там все еще горит. Огонь пылает. Но я сюда... Мне не дают поставить, потому что тут пожар. Я думаю, что я сюда все-таки буду ставить город. Я пойду к Ватикану, попробую его захватить. Вдруг успею. Это было бы очень круто. Тут город и еще Ватикан. В принципе, неплохо. Тем более, Ватикан выглядит тоже неплохим городом. Блин. Случайно. Кликнул. Так. Пойдем-ка дальше смотреть тут. Вот это чьи границы? Я думаю, что это я встретил уже. А, это Кри, наверное. Это Кри, а это... Пусть я тут же... А, потомок... Потомок... Потомок это звание реки, а не города. Тем не менее, все равно это Америка. Ну, Аксум, это ж не американский город. Это у кого-то отвалился. И американец захватил, когда... Отвалившись был статуя Зевса Америка. М-м-м-м. Блин, надо было тут... Слушайте, а может поставить где-нибудь в пустыне действительно центр коммерции? Так, а где у нас Акведук? Я планировал. Ну, Акведук, наверное, надо сюда, а... Производственную зону... Блин, ну тут нету тогда вообще даже никакой. Ладно, все равно я с центра коммерции начну. Я как раз карточку на... То, чтобы дешевле покупать клетки взял. Что норм. Так. Нет, сюда идем. Блин, нету тут места для города. Да, вообще нету. У меня вот только этот поселенец остался. Собственно. Возвращаться рабочим. Подожди, я так и не решил, куда я тут поставлю промышленную зону и Акведук. Ну, наверное, все-таки Акведук сюда, промышленную зону. Все, да, заберу... Заберу... Холм. Но... Ну, то есть, грубо говоря, шахта на этом холме будет давать больше, чем соседство промышленной зоны. Так-то. Ну, это когда она будет полностью прокачена. Ну, пока так, короче. Пока так. Винске бы мне на союз рассчитывать. Так, Ватикан вообще уже не трогают. Ватикан уже вообще не трогают. Блин. А почему не ставить сразу? Почему я сюда не могу поставить город? Вот вопрос. Вопросительный знак. Чуть, мне кажется, мне не хватит у этих юнитов силы Ватикан забрать все равно. А это у нас Англия дуболомами и тараном. А че он не лечится? О! Торговец. О! Бесплатный, отлично. Очень хороший торговец мне тут. Ну, я просто даже не смотрел никаких игроков, просто потому что у меня ни проектов не проводить нету возможности, потому что во все другое ни денег и веры нету это все, что-то выкупить. Но хороший торговец достался на самом деле. Так, ну что, подождать этот караванчик. Не, наверное, надо запускать. Так, из Вавилона бегает, из Рапикума бегает, из Тутуля. Вот как раз из Эшнуны не бегает. Давайте давайте в Вавилон или в Мехико отправить. Как раз выполним задание. Не, у меня еще будет нет, или Ладно, давайте отправим. Видимо, я должен восстановиться сначала лес, чтобы можно было город поставить. Да. Некуда. Одно, вырублю. Или не вырубать. Болото. Да, давайте, наверное, пока болото оставим. Давайте вот рис, рис я вырублю, который дуболом акведук планирую вставить. Так, что мы дальше открываем? что мы точно не ускорим. Это я ускорю. Чудо света античности. Ну, да, вряд ли. Нужно ли мне навигация по звездам, в принципе? Я думаю, что нет. Навигацию по звездам мы пропустим. Поэтому пошли в Counterforce. А, блин, тут через матем... Да е-мое. Да е-мое. То есть мне тут математика намного раньше нужна была. Фигово. Ну, давайте замки. Ну, просто математику я думаю, что я... Вот, два хода мне, собственно, до математики смысл. Меркантилизм, средневековые ярмарки ускорены. Так, в Мехико трое. И следующим ходом я фабрики могу строить. Ну, и заодно уголь увидим. Антона Нариву захватили. Там Колумбия. Хотя он был союзником, по-моему, Колумбии. О, уголь есть, слава богу. Уголь, слава... Ухо. Прям даже очень неплохо уголь есть. Так, ну тогда вот этого рабочего как раз на уголь давайте. сюда. А больше международных рабочих нету. Ну, все равно фабрики пять ходов. Отлично. Так, а где там у нас карточки на соседство промышленных зон? В гильдиях, да, в гильдиях. Но, очевидно, в гильдии надо идти. При этом у меня все еще девять науки. Куда... То есть она уничтожила? А так можно было? Ну, я тогда, видимо, куда-то сюда поставлю город. Класс. Так, а как бы так? Может, чуть подальше, и, может, тут еще вместится город тогда? Давайте я чуть подальше пока пройду. Все Алия Нора просто... Ну, английская Алия Нора просто взяла и уничтожила эту... Потому что кто тут был? Ватикан. Я, кстати, вообще не помню, чтобы компьютеры так уничтожали. Так, тут фабрика тоже. Ну, тут я, наверное, все-таки фабрику после военного лагеря, а потом уже пойду в... Ну, кто же здесь даже пока даже как-то лучше кажется. Может, я зря так столько армии туда веду с другой стороны. Давайте-ка вернем. Там, еще Корея нападет, фиг знает. Так, ну и тут, пожалуй, арбалет тоже надо возвращать. Фарусский маяк Гальгемеш, храм Махабот, Хентонарио побежден, Ватикан побежден. Так, ну и 10 жителей. Ну и 2 угля. Видите? Как бы я расстроился? Ну, вообще, наверное, кампус бы уже к этому времени поставил, но я бы не расстраивался, что тут уголь. Да, ну уголь очень хорошо. Еще ГГшку убили. Так, тут только вопрос, не придет ли Англия каким-нибудь своим юнитом. Фу, я, блин, думал, сейчас в этот юнит попадет. Так, ну это хорошо. Мы сейчас получим мы сейчас получим кавал... А, блин, ты не мой юнит. Так, ладно, говорится, подождать, пока свалит мечник кахоки. Ну, тут нам кавалерию дадут. Не кавалерию, а юнит тяжелой, тяжелой кавалерии. Так, ну, куда я хочу ставить город? Мне вообще рекомендуют сюда. Тогда, в принципе, тут еще влазит, да? Угу. Ну, надо ставить, очевидно, вот сюда. Чужой, мне так повезло, что он Ватикан уничтожил. Главное, чтобы сейчас сама Леонора не привела юниты. Так, тут у меня вопрос, интересно, копить мне на посело или купить строителя, чтобы уголь... Ну, тут не так уголь сейчас прям сильно нужен. Вот эти все клетки тоже выкупить, конечно, тем более, что вот эти клетки рядом с рекой и будут... Ну, тут, во-первых, правительственную площадь надо, во-вторых, они будут еду дополнительную давать. А с другой стороны, это четвертый радиус у Китая, вряд ли он будет прямо вот так выкупать. Так, значит, здесь продолжим, давайте, военную тактику, потому что вряд ли... Ну, мы же уничтожали моим юнитом, правильно? Уникальным. Я точно уничтожал уникальный... Да, я даже обниму угол. Да, значит, это точно не ускорится. Так, стоп, а мне эта военная тактика и не нужна, получается. Потому что массовое производство... Вот, что мне тут нужно? Мне нужны пикинеры? не нужны, потому что у меня юниты апгрейдятся. Может, поэтому они и сделали их типа рукопашными, чтобы Вавилон вот эту теху вообще не открывал? Потому что мне не нужна эта теха. Поэтому давайте, наверное, контрфорс. Чудеса античности уже, по-моему, все построены. Я точно это никак не могу ускорить. тут не пишут какого? Так, что с античности вообще? Какие чудеса есть? Это я не могу. Петра... Петру, по-моему, построили. Таракотовая армия, Мачу-Пикчу, Джибель-Баркал. Таракотовая армия, Петра, А Мачу-Пикчу построили, да? Жаль. Или я не открыл ее? Нет, открыл, построили. Я вот Таракотовую армию могу, в принципе. Рабочие нужно тут... Смотрите, написано Таракотовая армия можно построить только на плоской равнине или рядом с военным лагерем, содержащим казарму или конюшню. Это не ошибка ли? Потому что я раньше помню Таракотовую можно только рядом с военным лагерем было строить. Ну и как бы... Вот тут с другой стороны нету равнины плоской. Петра, ну тут Петра... Петра никакая будет. Ну блин, охота-то Таракотку построить, только четыре... Только надо строителя подождать. Конечно. Так, у нас вообще есть деньги. Может купить строителя за деньги? Не за веру, именно за деньги. А за веру мы будем покупать поселенца 140. Блин, как-то медленно. Я думаю, что у меня на поселенца за деньги как раз быстрее накопится. Да. Потом давайте наверное за веру купим строителя. Отправим сюда. Блин, где я купил его? Я думал, я вышну не покупаю. А что-то... Подожди, что-то... короче, игра не понимает, что у меня сейчас монументальность. Она отсчитывает этот ход, потому что на самом деле строитель намного быстрее должен пройти. Да. Все еще, все еще не могут сделать нормальный поиск пути. Зашибись. А вот имени лик нашелся. Кстати, это все еще один континент? Я понимаю, что мы на континентах играем. Ух ты, Зулус. Хорошо, что они рядом с Зулусом. Так, Алейнора хочет... Совместная война с Гальгамешем. Сейчас. И право прохода тоже, наверное, обойдешься. Ну, давай так. Конечно, надо не забывать лошадей продавать, когда они достигают предела. Так, ну что? Ага, тут уже минус 5, тут минус 3. Ну, мне на все равно, мне кажется, сюда стоит ставить. Я перекину Виктора. И сюда тогда город влезет. Потому что если я сюда ставлю, то сюда ничего не влазит. Мне рекомендуют тут и тут, но опять же рекомендуют не влазит. Я сюда поставлю, еще куплю за деньги и посел и сюда приведу, и они, думаю, будут друг на друга влиять. Так что норм. Да, как она здорово Ватикан уничтожила. Это просто... Ну вот, на самом деле, видите, вот раз ход будет, потом раз, два, и следующим ходом уберем. так, пошли собирать. Сколько тут зарядов? Два. Ну давайте, наверное, тут лесопилку сделаем, а потом пойдем сюда рис уберем. Потому что это очень крутые клетки у меня благодаря водяной мельнице. спаунмейкерам дружить. Вообще-то со всеми дружу. Как по науке? Ну, я точно в фабриках первый, и соответственно мне надо просто первым их и строить. Естественно. Кстати, рурочка. Плюс производство за каждый рудник и когналомню в городе можно построить только вдоль реки рядом с промышленной зоной, содержащей фабрику. Ну, получается, во-первых, здесь может тогда мне вместо нет, ну, во-первых, не обязательно в Вавилоне строить. У меня, по-моему, даже не факт, что Вавилон самый крутой. В Ишнуни уже не могу построить. В Вавилоне либо здесь, либо здесь, но тут точно нужна правительственная площадь. Рапикум. Ну, в Рапикуме вот здесь могу. Жалко будет, правда, убирать. Ладно, давайте, может, я подожду пока. с Руркой. У меня не так много производства, вообще есть что строить. Вот тут просто камень жалко. Хотя, кстати, Рапикум самый развитый, и у него останется еще четыре каменоломни, которые будут... Да, наверное, в Рапикуме надо Рурку ставить вот здесь. Вообще, конечно, хотелось бы с... с великого человека это... Ну, вот это фигня полная. Надо будет пропустить его. То есть, хотелось бы великого человека на... который дает к строительству чудес. Не-не-не, какой уголь? До свидания. Вы его даже не видите. Я предпочитаю равнины. Я предпочитаю равнины, по его мнению. Так. Все-таки же ресурсы, как у меня. А ты лошадей не хочешь случайно? А у него только четыре лошади. Ну, давай вот так. Хоть четыре лошади тебе продадим. History is the version of past events that people have decided to agree upon. Так. Убираем первого посла. Я, кстати, у меня еще Мехико будет на меня очень круто сейчас работать, потому что у меня уже три посла, я как раз в фабрике. То есть, у меня во всех городах будет плюс два производства с фабрикой при строительстве чудес света зданий и районов как раз. Так, ну, ставлю город. А в каком веке Алиенора в темном? Ё-моё, тут минус пять, даже если я в золотом, она в темном. Да, с нихтгут. Это я по-старо-вавилонски. Да, давайте перебросим тут Виктора. Так, и стоит ли мне прокачивать пингалу на науку? Вот в чем вопрос. Или лучше на культуру? Или лучше взять... Откуда я Виктора убрал? С рапикума, да? Ну что, Лян туда или Магнуса на вырубку как раз. Давайте Магнуса в рапикум. Уже планирую рурочку там ставить. Вот приятная китайская музыка такая умиротворяющая. Так, здесь в очередь терракоточку. Да, вот это, конечно, класс. Я, видите, оружейную сразу смогу устроить, потому что тут уже казармы построены благодаря способности Вавилона. Это все-таки какая-то крутая способность. Немножко. Слегка. Так, ну, значит, я чудо античности сделаю. надо ли мне образование открывать? Ну, в принципе, да. Это я тоже... Вот, знаете, этот... Блин, ладно, пойду пока сюда. Вообще, конечно, сложновато выбирать науку, потому что исходя из того, что ты на самом деле ее не будешь... Тебе не надо ее ускорять. Слогновато это придумать. Как вы думаете, какая вероятность... у нас дружба, она не может на меня напасть. А где у нас союзы? А, пять ходов. Так, вот я бы с Элеонорой очень хотел бы культурный союз за ключик. Слушайте, а тут... А это чьи границы вообще? А, Эфиопия? Так это у нас Эфиопия тут. Вау, так это я с Эфиопией хочу. Культурный союз. Дай-ка мы с ним дружить будем. А че они так меня любят? Интересно. Кстати, как насчет парочку делегаций отправить? Или пока беречь деньги? Блин, через восемь ходов я боюсь, как бы я... Я бы уже хотел очень сильно в нормальный век, а не в темный. Потому что в темный у меня такое ощущение, что у меня просто все нахрен отвалится. А до нормального мне не хватает девять очков. Охренеть. Это дофига. О, рыцаря дали. Это, кстати, неплохо. Давайте вот поднимкать и побежим тут все исследовать. У меня там есть по-моему, рыцарем кого-нибудь убить. Ну, блин, а кого убить, если нету варваров? Может, какой-нибудь город отвалившийся будет? Видите, уничтожьте врага при помощи рыцарь военную науку прокачивает. Так, деньги мы не тратим, я же хочу купить поселенцев за 280. Надо бы продать лошадей. Ну, ты, Адр Розальд, хочешь лошадей, тем более ты выглядишь как наездник. Хотя вот есть 85. 15. А если вход? отлично, устраивает. И покупаем посила. Кайф. все зашибись. Так, осталось только в нормальный век бы выйти. Мне кажется, не получится. Интересно, когда я вот здесь поселюсь, это будет считаться, что я далеко от него? Ой, привереда такая. стройте красивые города, говорит она мне. Нет. Уголь я продавать никому не буду. А вот и первая фабрика. Я еще посел так медленно идет. Ну да ладно, да, вот здесь я поставлю город. Пожалуй, стоит бананы выкупить, чтобы город быстрее рос. Тут еще слоны и ну ладно, это как-нибудь тут уже надо будет купить строителя, наверное. А может даже и просто за деньги. так, ну что, вот готова фабрика, реально можно рурку ставить. Стоит ли мне сейчас уже угольную? Тут не такой большой бонус. Давайте мы, наверное, сначала акведук здесь сделаем. Ну, это будет 4 бонуса, тогда уже угольная будет 4 давать, и тогда будет иметь смысл карточку ставить на соседство промышленный зон. Кстати, мне бы на античную республику поменять с олигархии. Там бар потом, потом угольную. Фабрику заканчиваем, пошли уголь. Мне кажется, если бы не дружба, она бы на меня напала. Что-то мне подсказывает. да, мне срочно нужны союзы. Особенно культурный с эфиопом. Блин, вообще, на самом деле, я не знаю, кто тут больше на меня влияет по лояльности. Вот это не очень понятная, честно говоря, штука. Кто больше влияет, эфиоп или Алиэнора. Так, центр коммерции построили, рынок. О, так это, это тут зулусы, я думал, я думал, это Кри. Это реально зулусы. Вот, ааа, нет, тут, наверное, подожди, тут был какой-то, тут, видимо, был город Кри, который уничтожили. Тут другие цвета, по-моему, или нет, или это все зулусы. Ну, это интересно, ладно. В смысле, дефицит энергии. А, ну да, слушайте, нужна угольная электростанция, чтобы фабрика давала больше. Да, на самом деле, так и есть. Мне фабрики начнут больше производства давать. Еще плюс три производства для энергии. То есть, мне надо акведук, потом амбар. Нет, потом угольную давайте, потом амбар. Так, мне надо мне, наверное, интересно, а бонус к отношениям дается, когда я к ним отправляю делегацию, или когда они ко мне, или и то, и то. Я вот не помню, просто мне кажется, надо к Эфиопу и, ну, эти уже коммунизм прокачали. Сколько ходов? Шесть. Эх, печаль. Я, походу, в темный, похоже, в темный век все-таки свалюсь. Православие прется Эфиопское. А что у него в православии? Все чудеса света дают плюс 4 веры. В принципе, норм. Вообще, мне таракотка должна дать, да, очки? Инженер. А, слушайте, там инженера забрали. Фига себе. Блин, и уже сразу забрали инженера и на чудеса света. Нифига они там прокручивают. Кстати, все погибшие герои еще ни разу не были возрождены. Там вообще планируется интересно их возрождать. А, а Лейнора случайно с Колумбией повоевать не... А, она воюет с ним. Отлично. Давайте, наверное, в Колумбию и... или, подождите, или купить тут сначала строителя следующим ходом. Хотел отправить... Ну, знаете, я, наверное, отправлю делегацию, а следующим ходом я продам... продам эти... лошадей мне хватит, я думаю, на строителя в Каркаре. А зачем мне тут строитель? Прямо так срочно. Ну, конечно, бананы можно будет обработать, но... Конечно, он только что поставил. Не было же тут города, да? Вот это вот на Каркар будут... Короче, именно с Эфиопом стопудово культурный союз. Если удастся заключить, то у меня проблемы с лояльностью пропадут. фабрика в Вавилоне, ну, тут тоже, я думаю, пора акведук. Блин, а тут еще палгум до сих пор не построен. Давайте, наверное, сначала палгум, потому что оно жилье дает. потом акведук. Потом угольную, потом амбар. Вот так сделаем. растем, тут производство, 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 рост. Ой, да, конечно, с Ватиканом Алия Нора помогла, но проблемы с лояльностью будут. Так, как ведук в Рапикуме, все равно не хватает жилья. 7 производства, как вам? По-моему, зашибись. Сейчас еще мы тут угольную доделаем. Это еще всем фабрикам плюс по производству. 49 производства, 39, 44, но тут, конечно, мало будет. и это на 66 ход. Может, мне здесь рабочего покупать? Ну, а вот тут мне он сушит, еще уголь. Класс. мне кажется, стоит этот скот выкупить. Блин, все еще нету денег. Постоянная нехватка баблишка. все как в жизни, блин. Как вы говорите, цива всего лишь симулирует реальную жизнь. Ну, очень похоже на только... давайте, наверное, вниз сбегаем. где Кри тогда интересно. Это же все Зулуса территория. Блин. А, так это китайцы обратно убивают. Я думал, тут сказать, что еще один город у Китая забирают. Не, молодец, царь, китай дяту видимо отобьет. Это круто. Я... Ну, там просто колумбиецы со всеми воюют. 124 науки, 113, как ни странно, больше всего науки у Кри. Это для меня удивительно. 29 технологий, 25. А, смотрите, как по технологиям, да, все рядом. Так, мне надо после таракотки оружейную тут построить. Кстати, кстати, вот тут офигительная театралочка будет. Ну, потому что чудо света плюс 2, еще и райончик рядом. Блин, а там что-то театралки от чего-то еще дают стали давать. Чудо света это понятно. Но правительственная площадь тут не будет. А, развлекательный комплекс еще плюс 2, Якова парк. Да, да, да. Окей. Окей. Так, два хода до госслужбы примут. Ну, с Элеонорой и с этим точно они должны были закончиться. Я просто как бы не хотелось бы воевать еще с Элеонорой. Так, это у меня? Да, это у меня. Блин. Два жителя и две клетки повреждено. И терракотка откладывается, я так понимаю. ну да, потому что, потому что нету военного лагеря. Печаль. Так, ну тут блин, жилья, наверное, все-таки сначала торговец. Не стал не продавать прошлым ходом, потому что я сомневался, что я тут прям так срочно нужен рабочий. Прям вот срочно-срочно. Просто так возьмем строителя. Вот эту клетку надо бы выкупить. Вообще, можно продать сейчас лошадей? У кого опять нету лошадей? Вот Леонора, хочешь лошадей? В честь нашей долгой дружбы. У тебя 76. Видишь? Ну, 9 вход она вряд ли заплатит. Хотя бы один вход заплатишь? Нет, жаль. на 12 и соглашалась на 13. Ну, наверное, окей. Так, давай купим эту клеточку. Пока. Пойду ее обрабатывать. Так, ну, наверное, все-таки мне компьютер предлагает тут ставить. Сейчас мы еще заключим союз с Эфиопом или Элеонорой. Мне как раз скаут побежит сквозь них исследовать территорию. Давайте думать. Давайте думать. Хотя что тут думать реально лучше здесь. Слушайте, а вот надо бы апельсины, наверное, обработать. Пойду обработаю. Блин, вот это, конечно, очень... Да, на четверке стихийных бедствий играть очень неприятно. Прямо вам скажу. Как вам, кстати, вот эта смена дня и ночи? Ну, то есть, иногда прикольно поиграть. Так, мне вот постоянно так играть не нравится, но как для смены вот этого яркого антуража. Прикольно. Так, наверное, давайте на производство все-таки верну. О, Симон были в артире. А, Диао Дун все-таки Китай захватил. Сколько у Китая армий? 151 все. Как? 540, 350, 151. Ну, там, очевидно, А Леонора вообще с кем воюют? Ну, только с Леонорой этим. Ну, там у Леоноры, конечно, нормальная армия. Ничего не скажу. Еще, ух ты, Эфиоп тоже объявил войну. Леонора. Так, ну, короче, у Леоноры... Не думаю, что у Леоноры будет время мной заниматься. Ну, сейчас мы узнаем, примет она союз со мной или нет. Это будет важно. Мне, во-первых, нужен очень культурный с Эфиопом. Главное, чтобы он у него был. Довольство в городах с гарнизоном. Действующие губернаторы с двумя и более повышениями. Но это... Это не будет. Работают вассалы, возможно. Так, давайте, во-первых, я возьму Античную Республику. Слушайте, ну это же не даст мне ничего. У меня так... У меня ноль, а так будет плюс один. И что? Или взять? Это у меня не работает. У меня нет вообще действующих губернаторов с двумя и более повышениями. Соседство кампуса мне не надо. Слушайте, ну давайте попробуем. Давайте глянем. Ладно. Так. И сейчас обработаю еще слонов. А, так, я хочу... О, блин, дружба закончилась. Отлично. Фу, слава богу. Так, это уже войну не объявит. С Америкой давайте тоже объявим. Отлично. Так, теперь союз с миниликом. Где он? Еее. И он даже согласен. Фуф. Даже будет платить за это. Отлично. Так. Ну, давайте я ставлю сюда город. Фу, ну с каркаром, значит, все нормально будет. Не улетит никуда по лояльности. Ну вообще плюс два. Ну там штрафы от плюс три начинаются. Так что ладно, давайте, пускай стоит. Пускай стоит. Так, пока этого ничего не надо. Так, давайте терракотку достроим. А, блин, казармы, ну еще и казармы нужны. Е-мое. Задолбало. Да, но у меня сейчас производство появится после того, как я угольную дострою. Так, в Вавилоне очевидно нужна правительственная площадь. причем послеугольный. В рапикуме мы будем делать рабочего. И пойдем рурку тут бахать. рурка очень крутая будет. Амбар тут надо доделать будет тоже. Так, торговец там достраивается. Строитель. Вылазим скаутом. Пошли исследовать территории. Вот, закрыты. Нет, давайте тогда как-то вот так тут по дорогам попробуем. Че так мало золота все мои соседи дают? Ну, давайте, наверное, из новых городов пока отправим эти караваны. Этот давайте из Каркара, а тут сейчас достроится из Макшан Шапир. так он закончил бегать, да? газгаргаму кто-то захватывает или по всему Корея. магнус прибыл, это мы рабочими. Ну, тут мне что вырубать? Тут я оставлю, это я оставлю, это только вот тут камень вырубить чисто подрурку, именно когда я ее строить буду. так, пока никуда не отправляем послов. Тут электр... Ну, хотя, кстати, Мехико до 6 можно довести. А что Мехико вообще дает? Воздействие района на 3 клетки дальше, чтобы прям мне тут сильно круто было. Блин, мне надо вот эти клетки выкупить. Что-то Китай прям сильно разрастается. Видите, у моей столицы третий радиус 2 клетки. Вот это мне клетка нужна была, например. Кстати, у нее пантеон на болото. Видите, у нее производство... Ну, на болото и поймы. Видите, у нее тут производство на пойме. Стоит ли мне с кем-нибудь еще союз заключать? Вот меня интересует... Хорошо, давайте глянем караваны кофеопу на 6 монет, да? Нет, это не кофеопа, это Колумбия. Блин, может у меня с Колумбии? А что так много 6 монет? Почему ко всем остальным на 3, а Колумбии 6? Ну, вот в Корею 6. Может, скорее научный заключить? А, я не могу. Она ж злюка-бука. Ну, может, блин, я не знаю, где Кри. С кем не имеет смысла заключать союз? С эфиопом? Мне кажется, с Колумбией и Алионора и нет, потому что они там воюют. Китай. Китай чисто с Колумбии. Хорошо, Китай. Что с Китаем? Как у него с развитием вообще? Ну, в принципе, средненько. Мне нравится. Я даже мои цифры науки не смотрю, на самом деле, но они мне... Это прикол, конечно, 11 науки и при этом быть впереди, да? Нет, уже сандок, смотри, индустриализацию походу притопало. Да, мне кажется, мне все-таки придется построить кампусы, потому что я не представляю, как я вот эти верхние ветки без морских вообще могу... А, ну мне шпионы нужны. Слушайте, мне нужно книгопечатание, похоже. Не, подождите, не книгопечатание, мне нужна дипломатическая служба, ну, для шпионов. Поэтому мы так просто ставим дипломатическую службу и вперед. И, соответственно, мне культура нужна. Так, хорошо. С этим мы поняли. То есть мне реально нужны шпионы с прокачкой на воровство технологий. Да, давайте раскитаем все-таки союз. Вопрос какой? Давайте, наверное, научный. Давайте научный. ты мне заплатишь за это. Я за все заплатишь. Так, ну, вот, теперь вообще кто-нибудь ко мне посылает караваны? Нет. Нет, подожди, Корея посылает, кстати. это я зря. Погнал. Корея посылает ко мне караваны. Не, не, не. Какая уголь? Какой уголь, ребята? Нету угля? Так. Блин. Я все-таки не успеваю, похоже. Вот, если бы мне не поломало, я бы успел, но я не успеваю теперь. То есть, у меня три хода терракотка, а до конца остается два хода. Блин, ну как темный век-то? Все равно неприятно. Все равно очень неприятно. Ну, тут много, но это потому, что я сам сейчас в золотом, а они в темном все вокруг. Да. Чуть-чуть до золотого не хватает. Ой, до золотого до нормального. Хорошо, что у нас с золотом? Тут, конечно, нельзя отсортировать по золоту, по ничему, это, конечно, неудобно. Ну, кстати, три науки. Кстати, а влияет ли... Дайте я проверю, я сейчас отправлю в Китай, чисто проверить, влияет ли этот модификатор минус 50% науки на караваны. То есть, у меня сейчас 10,6, так? Вот, минус 50% от модификаторов. Я, например, отправляю этот караван в Сиань. Да. Сначала все складывается, видите, 7. Потом модификатор удовольства, потом модификатор штрафа. Ну, то есть, только полторы науки получаю. Ну, так себе. Хорошо, золото в Кахоке. Что-то грустненькие караванчики какие-то. Кстати, больше я тут посмотрю, нигде не могу поставить город. О, вот тут могу. Ну, конечно, печаль будет город ставить. Слушайте, может... Да. Давайте. Не-е-е-е. Я открыл кавалерию. Ну, мне надо было кого-то убить рыцарем. Можно, кстати, и рабочего попробовать спереть сейчас. У него стены сняты, то есть, он только арбалетом может обстрелить этот город. Так что... Слушайте, Аксум, наверное, это эфиопский город был. Да, это, наверное, эфиоп повелку туда с чем-то поставил город. Очень странно. Так, Тутуль. Что будем строить сначала? Промышленную зону или жилье? Или акведук, я имею в виду? Ну, тут два жилья всего. Давайте, наверное, сначала тогда амбар. Нет, давайте, полгум сначала, потом амбар. А потом промышленную зону. Вот так. Хотя, сейчас что-то полгум подзабываю, хотя это очень крутое улучшение. Уникальное. Давайте из Вавилона куда-нибудь подправляем. Слушайте, какой у меня был великий человек? по-моему, он там дает а, в этот торговый город? Нет. Неважно тогда, если в этот. Посольство. Все посольства в гости к нам. Всех принимаем, со всеми дружим. эх, блин, думал украсть рабочего. Да, выходим в нормальный век. Вылезти я тут, наверное, не смогу. Золото дает, поэтому поскакали. потыгадым каля отсюда. Ой, блин, а тут я никуда не денусь, слушайте. Дальше не пройти будет. Ай-яй-яй. Так, надо это тоже выкупить. Следующим ходом, да? Достаточно у меня веры купить строителя. есть, отлично. Типа, думаем, где. Тут строитель строится. Давайте, наверное, в Вавилоне. Блин, тут еще надо клетку выкупить. 68. Один заряд. Ну, да, я бы в Вавилоне взял. Тут есть, что обработать. Кстати, это холм. Тут вырубить надо и шахту сделать. еще эти клетки я хотел выкупить. Да. Ладно. Строителя этого парня. Знаете, в Дессе все-таки две культуры это две культуры. тут ждем денег. 15 лошадей. Ну, в принципе, вообще могу подать кому-нибудь. Потому что они скоро уже перекатят. Вот А, это у нее железо. Ну, Алионори 23. Надо? Лошади надо? Только семь готовы купить. и ладно. Так, еще там у кого мало было шумера. Шесть всего. Не, ну, неоднократные требуются, конечно. Там, не знаю, 45. 40. 38. 36. 34. Так, ну, мне хватит теперь в Вавилоне выкупить клеточку. Отлично. Вот и апельсинки прибыли. Три довольства. Это плюс 10% ко всему. Так-то. Да, с наукой, конечно, печаль, беда. Так, монумент тут завершили. Давайте палгум. Или палгум. Интересно, как правильно сначала. Потом посмотри, надо как-то решать, где районы ставить. Так, ну, и на этом, наверное, о, Корея осуждает. Вот это, короче, проблема с Кореей, именно. Все остальные зашибись, корея главный главный проблемант она и по науке хорошо идет и рядом со мной находится ну и хотя армия 166 одна армия 166 ладно итак темный век в общем-то возрождение возрождение вавилон упала в тем упал в темный век к сожалению но продолжать мы будем уже следующим в следующей серии но смотрю лояльность слава богу ну это только благодаря культурному союзу с эфиопией это слава богу ладно спонсоры могут прямо сейчас идти смотреть продолжение для всех остальных она появится завтра спасибо что смотрите играйте умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока